Друзья, всем привет! Комсомольский проспект 19А, вот этот 17-этажный монолитный дом. Идем смотреть двушку с отличным ремонтом, огромную, большую секцию квадратов. Итак, друзья, мы в самой квартире, двухкомнатная квартира в монолитном доме, 17-этажном, на 17-м этаже. Значит, по квадратуре 69,1 квадратный метр по зеленке, с балконом будет около 75. Итак, начнем по традиции со входа. Значит, вот это у нас, сейчас, секунду, вот смотрите, коридор, да, по центру у нас входная дверь. Она дополнительно сделана по стилистике, да, вот здесь основная входная дверь и дополнительная, чтобы соблюдался стиль и дополнительная шумоизоляция. Сразу при входе у нас большой санузел. Санузел раздельный, туалет, ванна, туалет около 3 квадратов, полностью в плитке, потолки здесь натяжные. В коридоре потолки покрашены, такая красивая люстра. Теплый пол, полностью везде, где плитка, сейчас я вам покажу, здесь везде теплый пол. Итак, туалет показал, ванна, ванна огромная, почти 8 квадратных метров. Здесь у нас угловая джакузи, тоже полностью в плитке, теплые полы, плитка на полу, на стенах, огромное зеркало с подсветкой и, конечно же, водонагреватель. Так, как думаете, что там? Здесь у нас гардероб, огромный гардероб. Все у нас здесь помещается, полочки, это все остается для верхней одежды, для каких-то мелочей. И установлена, подведена стиральная машина со всеми коммуникациями. То есть не надо ее выводить в кухню, занимать пространство. Здесь это все продумано, очень удобно. Итак, коридор, санузел и гардеробную мы посмотрели. Заходим в основное помещение. Это у нас кухня, 14,5 квадратов, на полу плитка. Потолки вот такие интересные, несколько уровней, из гипсы, натяжные потолки. Тоже теплый пол. Кстати, двери, массив, краснодеревщик, хорошие, дорогие двери. Кухонный гарнитур большой, угловой, он полностью остается с техникой. Духовой шкаф. Это у нас микроволновая печь. И, смотрите, какая посудомоечная машина, широкая, с большой загрузкой. Для любой хозяйки это вообще счастье. Так. Значит, у нас на стенах обои под покраску, да, забыл сказать. И с элементами вот такими тоже это обои подобрали. Сделали такой декоратив. В коридоре тоже стены с обоями под покраску. Из кухни огромной, 14 квадратов, попадаем в зал. Значит, здесь почти 18 квадратов. На полу уже ламинат. Обои и вот такие потолки, несколько уровней, натяжные, гипса. Значит, окна у нас выходят на восточную сторону. На восточную сторону в первой половине дня солнце. Восход солнца здесь. Это как раз Комсомольский проспект. Там дальше Свердловский. Вот такой вид. Так, здесь, получается, комната остается пустая. Единственное, остается, естественно, кондиционер. И пойдемте в детскую. Так, детская. 22 квадрата. Очень большая комната. Тут, видите, для двух детей как раз разместили кровати. Всем хватает места. Значит, при входе у нас остается вот этот большой шкаф. Шкаф-купе. Это забирает. Кровати забирают. Телевизор. То есть, в этой комнате остается только шкаф. Тут у нас на полу тоже ламинат. Обои под покраску. И вот такие потолки из гипса покрашенные. Так. Это тоже у нас восточная сторона. Окна туда же выходят. И выход на балкон. Здесь немножко у нас он, конечно, забит. Сами понимаете, когда много детей. Но смысл в том, что, смотрите, вот такой вид. Балкон у нас панорамный. Итак, мы посмотрели полностью всю квартиру. Эту большую, да, просторную комнатную квартиру. Значит, какие плюсы я вижу? Значит, во-первых, монолитный дом. Огороженная территория. Есть свое парковочное место, привязанное к квартире. Видеонаблюдение по всей территории огороженной. На детской площадке, где автомобили стоят и так далее. Ну и плюс за счет того, что дом монолитный. Тепло, тихо. Сверху соседей нет. Только снизу и вот по бокам. Тепло, уютно и, естественно, это транспортная развязка. В любую точку города можно отсюда уехать. Без проблем центр или ЧМЗ, или северо-запад. Очень доступно и все близко. Друзья, на этом все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok